У природы все уравновешено. Если год назад, в конце мая, рязанцы могли почувствовать настоящее лето, то сегодня вынуждены терпеть, если уж не холода, то весьма низкие показатели термометра. Как говорят специалисты, в таком погодном явлении нет ничего необычного. Бывало, что в другие годы и в середине июня наступали настоящие заморозки, что нам сейчас не грозит. Однако прохладная температура сделала свое дело и действительно повлияла на все сельскохозяйственные и садово-огородные культуры. Причем для зимых низкие температуры оказались даже полезными. По мнению экспертов, низкие температуры вызовут дополнительное кущение и урожай будет неплохой. Что касается яровых культур, таких как ячмень, овес, в этом случае, если посев был произведен в конце апреля или в начале мая, это также хорошо. Сейчас многие всходы уже достаточно крепкие и дружные. Так что проблем с урожаем зерновых культур в этом году не предвидится. Единственный сбор зерна может быть перенесен на неделю позднее обычного. Однако неприятности от холодов не избежать другим растениям. Что касается, скажем, плодовых культур, ягодников, конечно, урожай будет невысокий, поскольку у некоторых, может, и некоторые вообще не дадут урожай. Все будет зависеть от территории. Яблони, вишни, другие плодовые деревья и ягоды – это то, что пострадает однозначно. Теплолюбивая культура не переносит низких температур. Да и процесс опыления в этом году нельзя назвать успешным. Пчелы начинают летать при показателях от 12 и 15 градусов. В идеале их температура начинается от 20 градусов воздуха. Так что в этом году они не успели потрудиться. И все культуры, которые опыляются насекомыми, пострадают. В отличие от тех же озимых, где происходит опыление с помощью ветра. Дачники уже чувствуют этот эффект. Да ничего вообще не растет. Ничего абсолютно не растет. Огурцы посадили, они ели-еле зашли вот так вот и стоят на одном месте. Теперь эти другие растения, они тоже остановились на одном месте. То холод, то жара. Проблемой для многих дачников является и расположение участков. Как было сказано ранее, большую роль играет территория, на которой возделываются культуры. На многих дачных участках, которые выделялись еще в советские времена и без холодов, проблем хватает. Людям приходится возделывать культуры в низинах. У меня яма, овраг, а деньги берут, как за хорошую землю. В том году посадила огурцы, помидоры, ничего не выросло, потому что деревья все заполонили. Деревья внизу, что вырастет? Ничего не вырастет. Многие дачники и в этом году пока еще ничего не возделывают. Ожидают потепление для того, чтобы посадить помидоры и огурцы. Как получится. Будет погода, посадим. Пока ждем. Другие люди стараются сохранить культуры под пленкой или в теплицах, но многие овощи уже пропали. В этом году проблемы ожидают и свеклу. Скорее всего, она вовсе не уродится. А вот с картошкой все будет в полном порядке. Так что беспокоиться о стратегическом запасе страны не стоит. Однако с вареньем в этом году будет действительно туго. Так что любителям огорода придется искать пути для решения задач и надеяться на приближение теплого лета.